Всем приветули, мои чекули! Сегодня выходной и Алина дома. Мой сын сегодня разозлился не в шутку. Он, короче, мне делает тут... Какую уборку, Серёжа? Генеральную. Генеральную и мокрую уборку, видите? Короче, вы не представляете, я ещё в пижаме, но я сыну дала вот чуть-чуть тёплой воды. Вот, видите? Тёплая вода, тряпка вот эта для пыли и сухая. Он, короче, делает генеральную уборку. Мы ещё сюда добавили капли чайного дерева, масла чайного дерева. Где-то 10 капель. И вот этим каплем он моет всё и говорит, что ему очень нравится, что вот с этой водичкой можно и стёкла, и окна, и мебель всё вымывать. Мы, короче, разозлились сегодня на шутку. Я пошла делать барана. Там в коридоре ещё не всё. Вот это Оскар, наш мужик, блин, вжик-вжик, который, блядь, всё хавает. Я его убью, когда он с работы придёт. Я ему ещё дам работу. Котов заховали. Да, в общем, вот тут делается. У нас вот такая погода прекрасная. Видите? А я пошла барана делать. Ну, что, мои чайкули. Ди-ди-ди-ди-ди. Барана нашли. Я ляшку вот эту баранину. Ну, не ляшку, а эту косточку вот эту. Видите? Короче, оставлю или на суп, или на плов, короче. Взяла картошечку. Вот так сделаю. Так, лука. И чеснок. Сейчас буду... Короче, начинаем издеваться над бараном. Короче, буду делать первый раз. Я никогда не делала, честно. Я делаю по-своему, как я соображаю. Так поняла. Да? Да. Всё. Я вырезала то, что лишнее, мне кажется. Короче. Так. Подкалываем вот так. Да? И, конечно, буду протыкать этот чеснок. Слышите? Я, блин, уже неделю замечаю, да, что у меня на телефоне вот это сверху, где написано компания моего телефона, да? Что за компания это всё. Там всё время пишется сиди дома, сиди дома, сиди дома, сиди дома. Так и хочется взять, сказать, козёл, ты мне пишешь, сиди дома. А чё ты мне не пишешь? Алина, этот месяц не оплачивается 115 евро. Этого не говорит, блин. А сиди дома, конечно, говорит. Скотина. Думает, что мы дураки. Конечно. Кто нам вернёт утраченную? Что мы, блин, дома сидим, нервничаем? И ещё кто нам вернёт нашу фигуру? Что целыми днями что делает? Это жрать и в туалет. То, что мы умеем. И, извините, у меня аллергия на собаку. Я сегодня собаку так хотела тискать. И у меня, смотрю уже, это. Короче, у меня что-то настроения нет. Это. У меня кот Лео что-то мне не нравится. Он хавается. У него что-то с глазом. И боюсь, боюсь, конечно, что, не дай бог, конечно, не дай бог, у меня был Бритиш полтора года. И он тоже так начал с глазом хавался. А потом, блин, узнали, что какая-то херня и... Ну, неизлечимо, короче. Потратила тысячу или тысячу с чем-то евро, короче. И они спасли. Еще и 200 с чем-то заплатила, чтобы его, короче, это... Ну, поняли. И что-то вчера уже три года как Бритиша моего нету. Ну, конечно, плакала вчера, потому что в Фейсбуке мне пришло воспоминание три года, да. И ревела, блин, не знаю почему. Ну, кот был классный, конечно, этот Бритиш. Купила. Вроде я купила эту... женского пола. Да, назвала Берта. Да? Берта назвала. Потом заметили, что у Бертой растут яйца. Я думала, что повезла этому к ветеринару. Говорю, слышишь, это у меня женского рода, но чего-то у него или у нее растут яйца. так он мне говорит, Алина, ну, есть коты, когда поздно видно, что это мальчик. И он мне говорит, перец, он мне говорит, Алина, это ж мужчина. Я говорю, как мужчина? Я ж хотела девочку. Мне говорит, не, извини, это мужчина. Пришлось назвать Берти. Да, ну, классный кот был. Мне нравилось, когда свекруха моя приходила. За волосы цеплялся. Вообще-то говорят, что бритвы чувствуют людей, которые с негативом. Классно, что моя свекруха не понимает по-армятски или по-русски. Ну, хотя у сына там на работе есть один армянин. Не дай бог, он переведет, я его чеки сделаю. Короче. Короче. вот такие дела. И что-то мне... Ну, сейчас, когда закончу, попробую глаз промыть ромашкой. Слава богу, сегодня мой сын мне помогает. Молодец. Сережка, спасибо. Он сегодня мне генеральную уборку делает. А мне что-то слабость какая-то. Он говорит, мама, так убирать, так тебе плохо. Ну, честно. Что-то... В общем. Короче. я что-то сюда замацала. Серый, там в шкафу есть маленькие бутылки коньяк. Принеси, я уже закончу этот коньяк. Что я сюда положила? Там бутылка маленькая вот эта. Короче, я сюда положила для мяса, приправа для мяса, перец, соль и, конечно, внутренький, но там порой лаврошек, маленькая. Да, да. А ты что, мясо кинешь? Да. Мам, сегодня пятница. Вот этот коньяк, короче, большая бутылка... юхан, его, вот. Короче, и большая бутылка стоит сто с чем-то евро. А это я в аэропорту, когда работала, вымерить оттуда. Короче, хватит, да? Оттуда, короче, мне подарили. Как пахнет! Настойщий коньяк, юхан и бабай. Смотрите, вы можете даже пробить и смотреть. Мы смотрели, большая бутылка стоит 180 евро. 127. 127 даже. Не, 180 было, по-моему. Ну, смотрите, потом не скажете. Так, что тут еще осталось, блин? Я забыла кое-что. А, масло. Ай, красного перца. Ну, и, короче, вот это замотаю фольгой, да? И на два часа в этот в духовку. Пока муж придет. Хотя я уже мужу тоже задание дала. Он специально взял в воскресенье, понедельник, праздник, чтобы, типа, со мной побыть. Хе-хе, он еще пожалеет. Потому что я ему работу, да? А сейчас оливковое масло. Не знаю, первый раз готовлю, но я думаю, что женщины все умеют. Короче, сегодня дома яйца не красились. Но, в состе, я вам расскажу одну вещь. Это, типа, как они кто-то. где-то 10 лет назад получается, там, соседками, соседями, там, пошли в этот, в церковь светить яйца. И с нами был один армян. и он плохо говорил по-русски. И вроде сказали, что в 3 часа, через 3 часа будут светить яйца. Ну, и прошло, короче, с 12 до 3. ничего не делают. Уже 5 часов ничего не делают. И этот армян стал говорить, когда поп проходит, да, он говорит, скажите, пожалуйста, когда будут свястить эти яйца? Весь церковь упал. И поп даже не выдержал, начал смеяться. Боже, я не знаю, почему я сегодня вспомнила вот это. Говорил, да, да, серый он, говорит, когда будут свястить эти яйца? Боже. И каждый раз, когда Пасха, я его вспоминаю. Дай Бог ему здоровья и осень. Когда будут свястить эти яйца? Ара. В общем, вот такие дела. Барана в духовку и пошла чуть-чуть убирать, честно. И попробуйте, пожалуйста, для уборки. Я вам честно говорю, сын, вот скажу, спрошу сейчас у него. Сын, только скажи правду, как тебе вот это масло чайного дерева? Которое я сейчас мою? Да. А, очень доставляет все, что ты сделала. Это красиво. Честно, тебе как? Нравится с этой уборкой делать, честно? Да, потому что, потому что с этой можно и стекла, и зеркала, да? Я туалет сейчас сделаю. А, да. Серый, дай мне фольгу, пожалуйста. Ну, туалет надо еще хлоркой пройтись. Ты говоришь, в унитазе? Ну, я помою унитаз, не переживай. Сейчас я перчатки одену, вот это поставлю, вот это хорошо. Ну, короче, дети, попробуйте, это не шутка. Я вам просто хочу, как бы, облегчить вашу работу. Честно, я везде, где убираю, в квартирах, везде, я пользую, вот, масло чайного дерева. И еще, есть дети, которые есть в ши, да? Тоже, очень помогает. Честно. Поэтому, это не реклама, ничего, я просто хочу вам облегчить работу. Так что, завтра, вот у меня будет уборка в кухне, уборка дверей в кухне, да? Потому что у меня кухня красная, остаются пальцы. Так что, у меня это, будет, вот эта уборка. И мне хорошо, что мне не надо там, другую воду для стекол или для зеркал. Вот это же вода, короче, берешь тряпку, вот эту фибру, да? Мочишь хорошо, до сухости, коси, выжимаешь, и потом уже, конечно, начинаешь это вытирать. мебель не надо пройти с сухой тряпкой, потому что эта фибра и так полностью вытирает все. А вот именно стекла, зеркала очень хорошо убирают. У кого-то есть вши, тоже на голову капали там, корни так натерли хорошо, да? А потом уже что получается? одели шапку, да? Сэр, дай вешенки тоже положу, как тебе? Вешенки. У меня там вешенки есть в холодильнике, дай. Вешенки это грибы. И, короче, одеваешь шапку и так целый час, и через час, короче, расчесываешь и эти букачки умеряют. Вешенки, вешенки. Слушай, почему ты его не порежешь? Кого? Зачем? Это мне надо целое, в этом же и кай. А, это что? Это шампиньоны. Там у меня спросили, как вешенки. Я обожаю вешенки. Вешенки можно сделать и с яйцами, и с... Макать яйца, потом муку и как бы жарить, да? Как называется ревос сада в кляре. Мне нравятся эти вешенки, потому что их выращивают семечки, да? И их не надо варить, потом жарить. Зачем? Они безопасные. Эти вешенки, их... Есть люди, которые сыр выведят. Так что не бойтесь. Их даже прожарить чуть-чуть в картошку. И я вам честно скажу, что вешенки более вкуснее, чем шампиньоны. Я так думаю, мне так нравится. сейчас я себе сделаю ромашку и заодно промою глаз кота. Дайте бог, чтобы с моим котом ничего не было, потому что я умру. Что Серый говорит? Сейчас и до моей комнаты. Там надо еще... Короче, я эти вешенки тоже... Сейчас я вам покажу, как я сделаю. Сейчас это все закрывается, солится, перчится. Не знаю, я первый раз сделаю, я думаю, что очень вкусно получится. Я шармянка, а армянки все умеют. Даже больше, чем мужик. Кто скажет, что армянка не умеет? Армянка все умеет. Извините, русские тоже ничего не говорят. Я просто прикалываю. Все мы женщины умеем. Вот так правильно будет сказать. Вот что я сделала. Посмотрите сверху. Вот. Ну а сейчас я фольгой и на два часа поставлю на 180 градусов короче на два часа. Ну что мои хорошие барашка моя готова. Я вам сейчас покажу. Не знаю как получилось. Первый раз, первый класс, ничего страшного. Если вы хотите делать, пожалуйста, обязательно. Так, я вам хочу показать магический классный салат, который называется Эндивиас. Значит, вот этот салат Эндивиас чуть-чуть горьковатый, но такой классный. Если вы будете каждой ночью вот этот салат кушать один день с красной рыбой сделать, один день с яйцом, имея ввиду салат, как обычно, нарезали вот этот соль, перец, лук, орехи добавили. В следующий раз кислые яблоко, обязательно яблоко зеленое кислое добавляйте. В следующий раз можете добавить морковку, буряк, потом редиску. Вот сначала, если вы хотите похудеть, вот это снимает жидкость с организма. сначала надо вот это кушать хотя бы неделю и посмотрите, как с организма вода уходит. Обыкновенный салат, там много воды и когда вы кушаете ночью, у вас добавляется вода и плюс еще от салата вы еще больше хотите кушать, потому что там вода уходит в организм, а вы остаетесь голодным. А вот это можно полтора, два часа и не голодаете. Так что если и врачи говорят, что можно кушать, диетолог говорит, что это можно кушать и сколько лезет, то есть нету там границы там две ложки, нет, у вас сколько лезет. Так что я буду сейчас делать салат, вот чуть этого положила, чуть журок, не знаю как это называется, сейчас я вам скажу. Фон это витамина, с витамина этот, как это называется, хрен его знает, как называется, а, канонигал, называется канонигал, вон, канонигал, вон, витамин есть там, ну что, сейчас будем одну добавлять, это по листочке снимаешь, моешь, да, и режешь, мне очень нравится, чуть уксуса, кто хочет без уксуса, короче, поехали. Мой салат, я уже сделала, все, посмотрите, что у меня есть, когда я работала в аэропорту, такой маленький, смотрите, маленький, вот и смотрите, оценивайте, мужики, пожалуйста, армянские мужики, оцените, как, как вам моя барашка, и смотрите, он вишенки тоже положила, потому что я знаю, что испортится, ну вот так получилась моя барашка, вот, я вам еще сверху, ну как вам, моя барашечка, очень классно пахнет, Оскар мне сказал, смотрите, там даже косточка отделяется почти, вот, ладно, дорогие мои хорошие подписчики, делайте, пока сидите дома, я вас всех люблю, целую, всем, чмаки-чмаки, всем, пока-пока, пока-пока,